Недавно я была в Красноярске и слушала там лекцию эволюционного биолога Скотта Гилберта. Это один из основателей эволюционной биологии развития, известный как ЭВДВА. И все было бы хорошо, но у этой лекции был перевод. И от этого перевода у всех присутствующих в аудитории биологов просто кровь стекла из ушей, потому что там, например, рассказывали нам про дарвиновских зябликов вместо дарвиновских фьюрков, потому что переводчик явно не знал слова экспрессия и генов, и поэтому его изо всех сил избегал, говорил выражение гена или проявление гена. Там был известный эмбриолог Байер, который впоследствии, как выясненность, был известным эмбриологом, действительно известным, Карлом фон Берром и так далее. И здесь нет никаких вопросов к переводчику. Переводчик старался как умел, но да, действительно, это очень сильно снижало ценность лекции и приводило к тому, что вы не сможете из нее много вынести и не сможете ее потом пересказывать кому-нибудь, не то что на экзамене, а даже друзьям, потому что просто они не поймут, о чем вы говорили. И здесь все вопросы к организаторам, потому что организаторы не удосужились найти переводчика, который бы разбирался в теме, у которого было бы биологическое образование. И, в общем, даже их сложно в этом обвинять, потому что такие переводчики редкость, и стоят они дорого. Такая же история постоянно происходит с переводом научно-популярных книжек. На Западе пишется огромное количество очень важных и ценных научно-популярных книжек. Их пишут как профессиональные действующие ученые, так и научные журналисты. Книжек очень много, книжки очень хорошие, но они часто очень сильно проигрывают в переводе. 15 лет назад возник фонд «Династия», который среди прочих своих задач выдавал издательствам, издающим научно-популярные книжки, специальные гранты на то, чтобы они находили хороших переводчиков с профильным образованием, и на то, чтобы они привлекали научных редакторов, которые понимают, о чем речь в тексте. И, например, если мы говорим о старой книжке, то могут даже написать сноску о том, что с тех пор в науке что-то изменилось для того, чтобы читателя не вводить в заблуждение невольно. К сожалению, как вы все знаете, полгода назад Минюст объявил фонд «Династия» иностранным агентом, что привело к закрытию фонда «Династия» и сворачиванию всех его программ. Фонд «Династия» не только не будет больше поддерживать науку и образование, он не будет больше рисовать книжки, он не будет больше возить людей с лекциями по разным городам, он не будет рисовать книжки в библиотеки. В связи с этим создалась группа активистов, но все эти люди, к сожалению, заинтересованы в том, чтобы была общественная поддержка, потому что сами мы не справимся, сами мы недостаточно богаты и недостаточно круты для того, чтобы продолжать, чтобы подхватить весь масштаб проектов фонда «Династия», продолжать делать все то же самое в тех же масштабах, в которых делала «Династия», издавать столько же книжек, проводить столько же лекций. Нам важно понимать, есть ли у общества запрос на это, и если запросы у общества на это есть, то хорошо, чтобы общество тоже как-то участвовало в деятельности фонда. Речь идет, с одной стороны, об информационной поддержке, о том, чтобы вы про этот новый фонд, который называется «Эволюция», кому-нибудь рассказывали о том, что он хороший, что это последователи фонда «Династия». С другой стороны, финансовая поддержка тоже будет уместна, у нас будет сбор средств на сайте «Планета». Ну и, в общем, если вы хотите как-то еще нам помогать, работать, участвовать, лекции читать, книжки писать, то приходите, пишите, мы открыты для любых предложений.